От слов к действию активисты, протестующие под областной прокуратурой, объявили о предупредительном блокировании работы ведомства. О своем решении общественники уведомили первого заместителя обл. прокурора Олега Жученко. Подробности далее в выпуске. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Почти две недели продолжается прокурорский майдан. За это время к протестующим не пришел ни один представитель ГПУ или других уполномоченных органов. На внутреннем собрании было принято решение перейти к реальным действиям. Об этом активисты по телефону уведомили первого заместителя обл. прокурора Олега Жученко. Мы стоим две недели и пусть не думают, что нас можно взять измором. У вас в адейской прокуратуре никто измором не берет, но я вам скажу, что не входит до компетенции адейской прокуратуры. Олег Жученко попытался убедить активистов дождаться шагов от представителей Генеральной прокуратуры. Если будет блокирование прокуратуры, то вы заблокируете не просто доступ к прокуратуре, а заблокируете работу. Мы про это с вами поговорили несколько раз. Да, я понимаю. И важливые вопросы заблокируются. Скайп подготовит свои документы и все. Вы почему-то принимаете такие решения. В свою очередь гражданские активисты рассказали о том, что в ведомство приходили представители администрации президента, но встретиться с людьми не посчитали нужным. По поводу администрации президента. Мы знаем, что здесь были представители. Мы по своим каналам тоже будем стучаться, но посчитали совершенно необходимым поставить вас в известность о том, о наших шагах. Своё решение о блокировании областной прокуратуры активисты озвучили на собрании Майдана и попросили передать информацию в ГПУ и администрацию президента. В связи с полным игнорированием ГПУ и президентом Украины событий в Одессе, а также учитывая вопиющее нарушение ГПУ в случае с Николаем Стояновым закону Украины про очищение влады, Одесский прокурорский Майдан принял решение о полной блокировке прокуратуры Одесской области с 9 утра 12 апреля 2016 года. Блокирование работы ведомства носит предупредительный характер. Активисты всё ещё ждут реакции со стороны Генпрокуратуры и гаранта Конституции. Следить за развитием событий будут Алла Есина, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.